Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы по факту находитесь в зависимых отношениях. И связано это с тем, что вы, первое, склонны к самопожертвованию, второе, вы не очень цените себя, что у вас заниженная самооценка, и в-третьих, это, вероятно, вам свойственное деструктивное чувство стыда, страх и страхи. Ну, например, страх одиночества, допустим, или страх быть брошенной и так далее. То есть это, в общем-то, достаточно такая негативная история. И вот если подумать, да, то вы ждёте от своего молодого человека именно чего вы ждёте. Вы ждёте от него одобрения, вы ждёте от него похвалы, вы ждёте от него жалости, вы ждёте от него эмпатии, вы ждёте, вы ждёте от него, ээ, контрибуцию за, аээ, значит, аээ, значит, эээ... То, что вы, вы там, ну, дом-бросили всех, да, ради него, эээ....И такуч más. То есть, эээ... По сути вы, ну, сами у себя, живёте в долг, ну получается, с которыми мы не рщели в бездоксológ progressing продолжаем. И всё время живёте в надежде, что человек вам воздаст, условно говоря, да. То есть вы думаете как, если я с собой жертвую, то человек будет относиться ко мне хорошо. Если я с собой жертвую, если я там переехал ради него там от всех, да, то типа человек не должен. При том, что вы не вот отвечаете сами на вопрос, который процитировал вопрос вашего мужчины, а что ты будешь меня всю жизнь не попрекать, да, как бы этим, вот вы не отвечаете на этот вопрос. То есть выглядит так, это всё, что я к тебе переехал, я бросил ради тебя всех, но теперь это как бы ты мне должен. Нет. Это был ваш выбор. Ваша ответственность. И на мой взгляд, вот этот вот недостаток личной ответственности, склонность к самоповерчиванию и возникающие у вас дали негативные рэкетные чувства по отношению к себе и другому, это ваша основная проблема. Понимаете? И важно то, что вы сами хотите, вот глобально вообще в жизни, что вы хотите. Вот. Если вам нужна семья, хорошо, какой ценой, что именно в семье вам нужно. Это желательно разобраться, что именно в семье мне нужно, что именно в семье я хочу. И соответственно уже дальше будет понятно, в какую сторону вам двигаться. Вот. Вот вы, значит, у меня, вы пишете у меня в голове кашлят непонимание, непонимание чего. Я думаю, что вы слишком полагаете на мужчину и вы не являетесь капитаном самой себя, да, то есть вас определяет другой человек, но не вы их сами. Почему? Почему так? Понимаете? Может быть что-то связано с тем, что вы считаете, что нельзя вести себя эгоистично, если я буду вести себя эгоистично, то это крайне негативно там, условно говоря, скажется на меня, да. Ну например, если я буду вести себя эгоистично, то это что я останусь одна, например. Или там, меня никто не будет любить, если я буду вести себя эгоистично, да, ну то есть вот какие-то такие вещи, мне кажется, у вас имеют место быть. И, собственно, на это вам нужно обратить свое внимание, в первую очередь. Вот. Как мне кажется, опять-таки, вот. не могу ошибаться, конечно, но видится мне ситуация примерно такой, вот видится, видится ситуация мне примерно так, вот в таком, таком ключе, в таком контексте, вот и так далее. Как вести себя в этих иглах? Ну, то что, то что нужно сделать, да, это в первую очередь разобраться в себе. Вообще, это прям необходимо. Разобраться в себе и понять, собственно, что же вообще происходит, да. Вот. Куда я движусь, чего я хочу, что мне нужно, к чему я стремлюсь, и так далее. как бы, вот это, то, на что вам нужно обратить свое внимание. как, ну, как мне кажется. Вот. И, собственно говоря, тогда вам будет легче. вот. По крайней мере, вы будете понимать, эээээээээм, что от чего стоит. Вот. А пока, просто, такого понимания у вас нету, ну просто нет понимания. Я вроде бы что-то делаю, да, для чего-то, а вот что я делаю, для чего я делаю, непонятно. Понятно, в чём, в чём, в чём, в чём, вот, проблема. И вот это, естественно, тяготит, тяготит, ну понятно, чем, да, потому что, ну а как, как по-другому, это очень, очень тяжело, вот, объективно. То есть это, по сути, вы, вот, в постоянном напряжении находитесь, вот. Я вас, в принципе, я вас, в принципе, понимаю, вот, но, также я думаю, что всё решаемо, вот. Всё решаемо и всё можно подкорректировать, вот. Ну, обратно говоря, при желании можно всё подкорректировать, вот. Поэтому, я думаю, как-то примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. То есть, поймите правильно, да, вот, какой-то такой единый, да, позиции единого ответа на ваш вопрос нет. Вот. Потому что, всё очень индивидуально. Но, если провести анализ вашей ситуации, если провести анализ и посмотреть на то, какой оказались в отношениях с данным молодым человеком, что у вас общего, да, что вас объединяет, вот, то вы увидите сами многие ответы на свои вопросы. А если хорошо так поиследовать себя, вот, то вы сможете лучше реагировать на какие-то события в вашей жизни, на которые сейчас вы реагируете, ну, скажем, недостаточно уверенно или недостаточно, о, там, не знаю, полное, недостаточно, корректное, недостаточно, ну, недостаточно, в общем. То есть, то, что, вот, вас может не устраивать по той или иной причине. Вот. Но это же делается только вами. То есть, только вы сами способны это делать. Никто за вас этот делок не мает. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, оправдаюсь на то, что вы подписываете. На этом всё, в принципе, на этом, в принципе, всё. Я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вы для себя определённые выводы сделаете. Вот. И надеюсь, что, условно говоря, вам это было интересно. Вот. Обратите внимание, да, то есть, вы даже вот сейчас, вот даже сейчас, вы пытаетесь, по сути, спросить у нас, как поступать. То есть, вы не пытаетесь себе разобрать условных, говоря, а вы думаете, что есть какой-то универсальный способ, универсальное решение проблемы вашей. Что поможет вам, что позволит вам проблематику вашу решить. А это к несчастью. Это не так. Ну, потому что, решить вашу проблематику можете только вы и только, если вы этого сами хотите. Надо вам признать, что вероятно, если дальше вы будете двигаться в таком направлении, то дальше вы можете вполне себе остаться в таком направлении. Без молодого человека. И, может быть, вы захотите что-то поменять? С тебя? Может быть, нет. Может быть, вы решите, что, а, окей, вот у меня есть такие ценности, да, я вот, значит, хочу, чтобы, ну, условно говоря, чтобы эти ценности, чтобы они были бы реализованы и дальше, вот, но только, может быть, там, каким-то другим способом, к примеру. Или, может быть, что, там, я буду платить эту цену, потому что ценности важнее, например. Такой момент. Такой момент. Такой момент. И вам нужно это решить. Если вы этого не решите, то вполне вероятно, что так вот, так вот всё и будет. Что, ну, что вас будут обесценивать, условно говоря. Вот. А я думаю, что, ну, что вряд ли вы этого хотите. Я уверен, что вы считаете, что вы знаете, и это вполне, вполне, как, закономерно и вполне естественно, что вы знаете, что вы достойны большего. Вот. Но, к сожалению, мало, мало этого знать. Мало знать. Нужно, чтобы вы ещё что-то делали для того, чтобы это солариан, а не просто вот, что я знаю, да, и всё. Вот. На этом всё, в принципе. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя извлечёте что-то полезное, в том, что я постарался вам дать. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом. Удачи. Удачи.